Да! Журналист и педагога Владислава Крапивина. Трое с площади Коронат. Рекомендованный возраст 12+. В студии Светлана Владимировна Кошурникова и Наталья Александровна Чурак, учителя Вальдорфской школы «Наша школа». Добрый день! Добрый день! Так как вы много читаете, выбор был непростой. Почему именно эта книга? Это книга о большой дружбе между детьми. Такой дружбе, которая с детства и на всю жизнь. И это книжка о любви, о любви к морю, о любви к парусному, скажем так, спорту. В принципе, о любви к жизни. Эта книга неоднократно прочитана. Прочитана вместе с детьми, прочитана разным классом. И везде она дает очень живой, очень хороший отзыв. Надо отметить, что она впервые была издана в 70-е годы и до сих пор переиздается. И что интересно, она представлена в трех форматах. Есть аудиокнига, электронная, бумажная. И я посмотрела, что был снят четырехсерийный телевизионный фильм. Для вас какой формат больше предпочтителен? И посоветуйте тем, кто не знал об этом произведении. Вот что посоветуете? Формат бумажный. Как более привычный, как более простой, наверное, в использовании. Фильм, честно говоря, я не видела. Поэтому про фильм сказать ничего не могу. Электронная книга на любителя, аудиокнига тоже на любителя. Светлана Владимировна? Ну, я тоже за бумажный вариант. В принципе, очень приятно всегда перелистывать странички. Мне очень нравится перелистывать странички. Аудио – это если в дороге где-то... Но читать самому, оно в данном случае гораздо приятнее. Можно перечитать какую-то фразу, которая тебе, например, захватила где-то внимание или захотелось ее еще раз повторить, прочитать, понять. А в аудиокнижке этого не сделаешь. Ваши ученики читают такие книги? Читают. К счастью, да. Предлагаю взглянуть на книгу с позиции родителей и учителя. По сюжету главный герой, пятиклассник Славка, с мамой после нескольких переездов приезжает в Приморский город своей мечты. В повести не называется город, но он пишется с заглавной буквы. И приходит в новый класс. Можно ли провести параллель истории в книге и как это происходит сейчас в вашей практике из жизни школы и школьников? Параллели есть всегда. Школьники, которые приходят из других школ, тоже есть всегда. Другое дело, что идеального совпадения не бывает. Оно всегда по-разному. Я бы добавила так. Есть дети, которые приходят в школу и начинают в ней растворяться не потому, что они о ней мечтали, а просто потому, что она оказалась именно для них. Там же все-таки в книжке Славка, он мечтал об этом. Он всей своей душой стремился в этот город. Он очень долго ждал, и мечта сбылась. Может быть, вот эта увлеченность Славкина морским делом встречается ли она сейчас у современных школьников? Либо это зависит от самого человека, от родителей, от учителей, куда он ходит, в какую школу? Это, конечно, зависит от окружения. Честно говоря, мне глубоко такие мечты у детей встречались не очень часто. У нас был знакомый мальчик, который учился в нашей школе, который пел. Он пел всегда. Не важно, что он делал, решал задачи, писал диктант, он все время пел. Сейчас он музыкант. Также у нас были два мальчика, которые барабанили. Они барабанили везде? Они барабанили везде, по всему. По заборам, по ступенькам, по скамейкам, по коленям. Вот один из них барабанщик, музыкант. Но это действительно была цель, мечта, желание. Это жило в них, это звенело, звучало. Спасибо большое. У нас есть традиция в программе. В завершении вопрос следующему гостю задает тот, кто был в прошлый раз. Вопрос от Дарьи Елькиной, ученица восьмого класса, звучал так. В какой известной картине вы бы хотели очутиться и почему? Хороший вопрос. Почему-то приходит тихая украинская ночь. Тихая бесшумная красота. Я даже не знаю. Я бы, наверное, нет. Я бы, наверное, знаете, вот этот Поленов, московский дворик. Нечто тихое, спокойное, деревенское. И вот какая-то радость от того, что всё спокойно, всё тихо, всё благополучно вокруг. Может быть так. Может быть, в эту картину бы. И вопрос от второй гости, Анны Невенченковой, ученицы четвёртого класса, звучал так. Она, Анна, пересматривает старые СССРовские фильмы. И ей очень интересно, одна ли она смотрит «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Или кто-то тоже в её возрасте смотрит такие фильмы? Вообще смотрят. Я точно знаю, что дети, вот, например, моего класса, второй класс, в прошлом году очень активно смотрели «Буратино». Именно советский этот фильм. Мои дети смотрели, например, офицеры, мои личные дети смотрели «Офицеры». «Девчата» у нас хит сезона «Домашний», хотя тоже ведь очень старый фильм. Я думаю, что смотрят. Я думаю, что много зависит от родителей, что они считают нужным показать детям. Ну или что не показать, тоже важно. У меня дети в классе стали спрашивать меня, а вот этот фильм вы смотрели, а вот этот вы смотрели. И среди кучи фильмов, которые они называют, есть старые советские комедии, есть фильмы вот такие, скажем так, душесчипательные, совсем не детские. Но вот они откуда-то про них знают. Есть ведь не только фильмы, есть, например, песни, когда дети поют. Предположим, сейчас дело к 9 мая, да, смуглятку половина школы знает наизусть не потому, что мы учили, а потому что «Дома пели» — это тоже оттуда же из Советского Союза. А теперь ваши вопросы следующему гостю. Зовите книгу, которую вам хочется перечитывать бесконечно. А я бы спросила... Я же не знаю, кто он будет, да? Вот если это взрослый человек, уже имеющий свою профессию, какое-то такое дело любимое, да? Вот если бы у него не было возможности заняться этим, чем бы он занялся в жизни? Спасибо вам большое. Сегодня мы познакомились с книгой Владислава Крапивина «Трое с площадей Коронадо». В этой книге каждый сможет найти свою ценность. Для кого-то это будет воплощение сбывшейся мечты и самой крепкой дружбы. С вами были Ксения Шамова, Светлана Владимировна Кашурникова и Наталья Александровна Чурак. В программе «Да». Да.